Приветствую всех на поляне цветов. Еще одно интересное растение брахихитон, а может брахихитон, а может брахихитон, но в википедии стоит ударение на первую букву и значит все-таки брахихитон. У меня наскальный. Выбирая семена, я почитала описание и мне понравился больше всего по описанию вот этот наскальный брахихитон и я заказала его семена. А так в природе существует около 30 видов. Некоторые виды очень красиво цветут в природе. Это дерево. Мощное дерево высотой 15 метров, а ствол может достигать в диаметре 2 метра. В домашних условиях, конечно, это более компактное растение. Растение где-то метров 5. Конечно, я шучу. Путем обрезки и корневой системы, и ствола можно достигнуть очень компактного растения с прищудливой формой, так как его корни можно впоследствии поднимать на поверхность, создавая своеобразную скульптуру. Что сейчас я хочу сделать? Посмотреть, что же он там нарастил, какие корни. Хотя поднимать их, скорее всего, рано, так как это еще молодое растение, ему всего около года. Но посмотреть и пересадить уже пора. А для этого, для начала, мне нужно извлечь растение из горшка. Сделать это будет нетрудно, так как горшочек у меня для рассады. И внизу у него есть большое такое отверстие. И я просто-напросто выталкиваю барахихитон из этого горшка. А так как грунт у меня очень рассыпчатый, он осыпается с корневой системы. И моему взору открывается вот такая картина неожиданная. Неожиданно корень и по форме, и по размеру, и по цвету. Сейчас покажу поближе. Этот своеобразный кренделек. Крендель. Вот такой закрученный корень. Я ожидала увидеть что-то вроде морковки. Так как корень стержневой, мощный. И даже иногда выталкивает растение из горшка. Я вот и ожидала что-то такое увидеть. Почему стал этот закручиваться? Возможно, он уже и дошел до самого низа. И начал поэтому закручиваться. Может быть, нужно было даже раньше пересаживать. Но хотя, ведь выращивая барахихитоны, искусственно стимулирует вот такие всякие закругления, завихрения. Поэтому, может быть, это и неплохо. Пока я не могу сказать, нравится мне это или нет. Но это уже есть. Убираю мелкие корни. Так как хочу приподнять его на поверхности. Вот именно это закругление. И, конечно, укорочу сам корень. Тем самым, сдерживая рост растения в горшке. Еще один способ сдержать растения в росте, это дать ему тесный горшок. Поэтому я и оставляю прежний горшок. А грунт, конечно, будет свежий. Воздухопроницаемый, рыхлый. Мелкие нужно оставить, корешки. Вот так его укорочу. Так как питание и воду все-таки тянут вот эти мелкие корешки. Вообще существует немало растений с утолщенным стеблем. Калдексные растения, которые называют именно бутылочными. И я называю также и трофу, и фокею, и юнкарину. Но настоящее бутылочное растение, это именно вот прахихитон наскальный. Только у него бутылка-то бутылка, из которой вот выходят листья. У наскального это темно-зеленые, кожистые, блестящие, красивые листья. Очень оригинальный такой экзот из Австралии. И еще один способ сдержать рост растения и именно высоту, это, конечно же, обрезать его стебель. Нужно обрезать не больше 1,3, но я обрезаю больше. Оставляю лишь одну почку легким движением руки. Чаще они все равно растут в один ствол, стебель. Но вот именно наскальный может дать раздвоение. Это еще один плюс. И еще один параметр, по которому именно я выбирала не только бутылочная форма ствола, а вот еще и то, что он может раздваивать. Чтоб добру не пропадать, черенок попробую укоренить. Обрезаю лишние листья и укорачиваю имеющиеся, вернее, оставшиеся. Сейчас нужно полить и поставить в теплое, светлое место, так как это наш все-таки гость из Австралии. Он любит и тепло, и где светло. Он любит даже солнышко. Он стоял у меня на балконе на прямом солнце и очень хорошо там себя чувствовал. А на этом у меня сегодня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...